Маленький Федя мужественно переносит каждый укол, не издав и звука. Ещё в понедельник пёс радостно вилял хвостом, а сейчас лежит на ветеринарном столе с диагнозом пероплазмоз. Его заразил клещ. Заболел вчера, почувствовал себя плохо, слабость, ничего не стал есть, лежит. Принесли с Дзержинки, с центра города, домой. Муж принёс на себе и к нему перешёл. Хозяйка забеспокоилась сразу. К симптомам прибавились высокая температура и изменение цвета стула. В такой ситуации стращают врачи. Бить тревогу надо в первые 12 часов. Достаточно одного укуса. Как правило, хозяева даже его и не замечают. То есть приходят уже непосредственно с клиникой. Тем более сейчас есть спреи, то есть они укусили, отвалились, но уже в крови непосредственно он появляется, начинает размножаться. Это пероплазмы, они поражают эритроциты, в результате чего страдают печень и почки. Ну и, естественно, животное впадает в острую интоксикацию. Для собак это заболевание смертельно. В то же время кошки им совсем не болеют. Уберечь верного друга помогут специальные препараты, которые доступны в любой ветаптеке. Предпочтение лучше отдавать таблеткам. Из-за аномально тёплой зимы первый случай укуса ветеринары зафиксировали в феврале. Люди же пострадали от клещей 13 марта. Клещи присасываются в очень нежных местах. Это, как правило, область передняя стенка живота, это область заушная, это волосистая часть головы. Поэтому после посещения лесов необходимо обязательно осмотреть себя, вытрясти одежду. Ареал обитания паразитов не ограничен лесом. Клещи успешно развиваются в городе. Насекомых можно подцепить даже на собственном участке. Если роковая встреча всё же состоялась, с букашкой справятся пинцет и нитка. Поражённое место надо обработать спиртосодержащим раствором. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бабруськ, 360.